Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это пятая часть урока по Substance Designer. Ставим палец вверх, пишем комментарии, подписываемся на канал. Если Вы не подписались. Вся эта активность очень важна для него. Не подведите и я начинаю. Итак, в прошлом уроке мы остановились на Tile Generator и я обещал рассказать о всех его параметрах. Также, я хочу сразу ответить на один из комментариев под предыдущим видео о том, что я пропустил подробный рассказ о Blend Node и приступил к следующим. Естественно, все что я пропустил, я учту. Просто, как Вы помните, я принял решение рассказывать о каждой ноде, которая входит в данный пресет узора веревки. И мне кажется, для понимания того, что Вы делаете, важно рассказывать о каждой ноде, которая используется здесь. Таким образом, Вы полноценно будете понимать, что делаете и сможете экспериментировать. Получать свои варианты, а не просто повторять урок. К Blend Node мы обязательно еще вернемся. Я бы мог просто о ней рассказать без примеров, но мне кажется, это не так интересно. Поэтому, продолжаю рассказывать о параметрах всех нод, которые будут участвовать в создании узора веревки. Если Вы согласны с моим утверждением, ставьте палец вверх и напишите об этом в комментарии. Если не согласны, то дизлайк и я также жду Вас там. Все просто. Итак, первыми в списке Instance Parameters, ноды Tile Generator, идут две опции X и Y Amount. Чтобы увидеть влияние этих опций, давайте перейдем в 2D View. Так вот, X Amount позволяет Вам увеличить количество повторений по горизонтали, а Y Amount по вертикали. Я думаю, Вы помните следующий параметр Non-Square Expansion. Который я уже упоминал в обзоре ноды Shape в предыдущей части. Этот параметр Вы можете найти практически в каждой ноде, которая отвечает за какой-нибудь Shape. Далее идет вкладка Pattern. Нажимаем на нее, чтобы открыть все параметры. И первым идет Pattern, который позволяет выбрать несколько видов форм для дальнейшего тайминга. Image Input, позволяющая загрузить картинку или форму исходящей ноды. Как только Вы выберете этот тип, у Вас появится опция Pattern Input Number. Который позволяет настроить количество паттернов, участвующих в процессе тайминга. Это дает Вам возможность создавать разного вида узоры для плитки, кирпичной кладки и так далее. Остальные типы формы идентичны опции Pattern в ноде Shape. Поэтому я не буду на них останавливаться. А далее идет параметр Pattern Input Distribution. Чтобы увидеть его влияние, давайте сделаем два входящих соединения в Pattern Input Number. И добавим еще одну ноду Shape с другим узором. Например, Pyramid. Теперь мы видим влияние этого параметра и у него есть две опции. Random или By Pattern Number. Если выбрать второй, то Вы получите чередование форм в шахматном порядке. Если Вы выберете первый, то формы будут располагаться в произвольной последовательности. Далее идет опция Image Input Filtering. И я думаю, что не нужно объяснять, как она работает. Ниже идет опция Rotation. И она позволяет поворачивать Ваши шейпы на заданный угол. А Rotation Random задает вариацию поворота для отдельного шейпа. Опция Queen Kangs Flip позволяет чередовать вращение в шахматном порядке. То есть, каждый второй шейп вращается на 90 градусов. Следующая опция Symmetry Random позволяет случайным образом отзеркаливать определенные шейпы, учитывая режим, который выбирается в Symmetry Random Mode. Я никогда не работал с этой опцией и о ней не могу ничего рассказать, так как она почему-то у меня не работает. Возможно, Вы знаете причину. Если да, то пожалуйста напишите об этом в комментарии. А мы идем дальше. Ниже следует вкладка Size и она включает несколько опций, о которых сейчас поговорим. Чтобы лучше видеть изменения, давайте изменим значения X и Y Amount. И пускай это будет 10 на 10. И первая опция Middle Size позволяет менять размер каждого второго шейпа по горизонтали или вертикали, используя соответствующие опции Horizontal или Vertical. Мощный инструмент, который в связке с обычным Scale Random и Scale дает потрясающие результаты. Следующая категория опций Interslice X и Y. Следующая категория опций Interslice X и Y. Это мощный инструмент, который в связке с обычным Scale Random и Scale дает потрясающие результаты. У него есть 4 параметра. Позволяющие сужать или расширять shape по X и Y. При этом, Вы можете задавать вариации с помощью random параметров. Затем регулируем обычный Scale, Scale Random и в итоге получаем необычный узор. Я думаю, для того, чтобы полностью понять, как работают эти опции. Вам достаточно сесть и самим поэкспериментировать с этими настройками, наблюдая за изменениями. Я рекомендую ставить видео на паузу и приступать к экспериментам. Затем идти дальше, когда полностью начнете понимать всю концепцию программы. Не спешите перематывать или как-то быстро просматривать данный материал. Но если Вы сразу понимаете, о чем речь, ставьте лайк и я иду дальше. Scale Random Seed позволяет Вам задать вариацию узора и благодаря этому, Вы очень быстро можете получить разные узоры для смешивания с помощью ноды Blend. Или как-то еще их использовать в своей работе. После вкладки Size идет Position и в ней есть несколько опций. Offset позволяет делать смещение шейпов по горизонтали. Random задает вариацию этого смещения и конечно же Seed, позволяющий получать разные типы этой вариации. Затем Вы можете включить вертикальное смещение с помощью опции Vertical Offset. Ниже задать вариацию положения шейпов по X и Y. И еще ниже можно настроить глобальное смещение всего узора по тем же осям. Ниже в вкладке Position идет Rotation. И здесь не так много опций, которые позволяют настроить поворот шейпа и задать вариацию поворота. Далее идет вкладка Color. И первая опция позволяет задать цвет для всего узора. Но так как у нас Gray Scale объект, то Вы можете задать градацию серого. Но обычно я использую следующую опцию Luminance Random. Которая позволяет задать разный оттенок от черного до белого к каждому шейпу. И благодаря такой вариации, у Вас будут получаться крутые Displacement карты. Давайте выберем Hi-Race Plane в TD-окне и посмотрим, как изменения данного параметра влияют на вид Displacement. Давайте создадим базовый материал, который будет применен к этому плену. И именно в него мы загрузим Displacement карту. Для того, чтобы его создать, нажимаем пробел и пишем Base Material. Выбираем его в выпадающем списке. Затем выбираем данную ноду. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем View in 3D View. Таким образом, Вы назначите данный материал на Plane и все изменения в нем будут видны в 3D виде. Кстати, иногда у меня бывает такой забавный баг. Изменения Roughness не видны во Viewport. Если у Вас возникает такое же недоразумение, то просто нажимаем правой кнопкой мыши на ноде. Выбираем View Output in 3D View. Кликаем на Roughness и затем на Glossiness. Таким образом, Вы 100% будете видеть изменения во Viewport, если до этого у Вас ничего не работало. Давайте значение Roughness поставим равной 120. После чего спускаемся ниже и активируем Height Map. Для того, чтобы загрузить в этот материал Custom Displacement. После чего соединяем наш Тайл Генератор с этим соединением. И таким образом, Вы уже увидите работающий дисплейсмент во Viewport. Сейчас я специально поменяю масштаб шейпов, чтобы лучше видеть влияние изменений в Тайл Генераторе. Теперь выбираем его и в данный момент, что мы видим? Идет равномерное выдавливание всего узора. Давайте немного увеличим значение параметра Random Scale, чтобы внести разнообразие в масштаб. И теперь, если спуститься ниже и в вкладке Cara установить максимальное значение для Luminance Random, то Вы увидите, как выдавливание стало неравномерным. Давайте сделаем выдавливание больше, чтобы лучше видеть изменения. Для этого, идем в настройки ноды материала и изменяем параметры Height Position и Height Range. И также добавим Ambient Occlusion, потому что лично мне без него ничего не понятно. Для этого, включаем его в настройках ноды материала. Затем нажимаем пробел и пишем HBOW. И выбираем ноду Ambient Occlusion HBOW. Соединяем Тайл Генератор с ней, а ее в свою очередь с входящим соединением материала. Еще немного изменяем настройки самого ООО. И таким образом, уже намного лучше видно, что происходит в сцене. И теперь снова вернемся к Luminance Random. И сравним результат с значением равным 0 и 100%. Я думаю, понятно для чего это можно использовать. Об остальных параметрах Luminance уже поговорим в следующей части. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Не забываем нажимать на превьюшки, чтобы посмотреть остальные мои уроки или плейлисты. А также пишем в комментариях, что больше всего понравилось или не понравилось в данном видео. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok